Мне кажется, что вопрос о правах человека в нашей стране, о представительстве, это очень важный и сложный вопрос. Проблема России в том, что Россия всегда пытается копировать западную схему. Есть вещи, которые, безусловно, одинаковые, хоть для Востока, хоть для Запада. Нарушения прав такие, как неисправедливый арест, пытка и со стороны властей, избиение, неправомерное рассмотрение в суде, вымогательство взятки. Неприем на работу, потому что ты, допустим, принадлежишь к одному народу, а тот, кто принимает на работу, говорит, что нет, представитель такого народа я на работу не приму. Это универсальное нарушение прав человека, которое хоть на Западе, хоть в Антарктиде, хоть в Африке, везде одинаково. Это безобразие, с этим надо бороться. Поэтому мы не говорим, что, допустим, что вот европейцы там предъявляют претензии нам, что у нас там пытают в тюрьмах. Какое они имеют право предъявлять? Нет, они имеют право, потому что мы сами предъявляем претензии, что у нас пытают. И у них, если бы пытали, мы тоже к ним предъявляли претензии. Я исхожу из того, что подобные преступления со стороны государства или структур, облеченных властью, это нарушение процедуры, на которой вообще держится уважение государству, справедливость. Но если мы говорим о человеке в целом, то у нас, конечно, с европейцами разное понимание человека. И европейцы, несмотря на то, что когда-то Европа была христианским пространством, она исходит и сегодня из того, европейцы уверились в этом, что человек произошел от обезьяны. В это верят подавляющее большинство жителей Европы. Они как шутку воспринимают слова о том, что человек произошел по воле Божией и был творением Божиим. А если человек произошел от обезьяны, то значит, он развился в ходе эволюции. А если человек развился в ходе эволюции, то значит, он стал приобретать некие такие качества, которых раньше у него не было. Допустим, вот иные качества понимания свободы. С появлением Фрейда европейское западное либеральное человечество, либеральное от слова как раз свобода, когда свобода поставлена как главный принцип человеческого существа, стало полагать, что нет греха. Нет же греха, если вот Фрейд пишет. Есть некие врожденные как бы свойства личности. Вот, допустим, человек маленький подсмотрел, как мама моется в ванной, поэтому он и имеет определенного рода сексуальной перверсии, становится гомосексуалистом, например. Или еще что-нибудь такое с ним происходит. Это, естественно, его право быть таким, каким он есть. Так говорит европейский человек. И педофилов они считают пока еще преступниками, потому что дети, дети, как можно. Но в глубине души их преступниками-то не считают, по большому счету. Они считают, что в этом нет. Да, если педофил уродует ребенка, то он преступник. А если он его не уродует, а там просто гладит, условно говоря, и нашептывают ему разные штучки о том, что дяденьки могут с дяденьками, какой же он преступник? Если он просто выражает свое внутреннее естество, свою природу, которая не объявляется ими преступной. Таким образом, европейское общество – это общество людей, эволюционировавших от животных. То есть видоизмененных, модернизированных животных. Когда мы имеем дело с современными либералами, мы имеем дело с животными. Имейте в виду, они сами так себя постулируют. Когда они говорят, мы произошли от обезьяны в ходе эволюции. Спросите любого либерала. Он вам скажет, да, мы произошли от обезьяны в ходе эволюции. Вот они, произошедшие от обезьяны, животные. Потому что обезьяны – это животные. А они, как человек, являются просто видоизмененным, эволюционировавшим животным. Стало быть, с ними можно вести как с более сложными животными. Мы же поросята, которые ходят в цирке, ездят на велосипедах, или медведи, которые пляшут под гармошку, вызывают у нас чувство симпатии. А тут более сложная обезьяна, не знаю, занимается бэнкингом, или, допустим, строит какие-нибудь железные дороги, или еще что-нибудь такое. Те же самые обезьяны. Мы так не считаем себя. Русские, православные, мусульмане, которые живут в России, и не только в России, католики, которые тоже в Европе сейчас являются меньшинством. Потому что протестантизм уже совсем, на мой взгляд, стал атеистической религией по преимуществу в Европе. Мы считаем, что человек произошел по воле Божией, что он был сотворен Господом Богом. Мы лично полагаем, что человек был наделен всеми атрибутами видения мира и понимания мира, которые не нуждались ни в какой эволюции. Мы считаем, что человек уже и изначально знал полноту любви, полноту ненависти. Человек изначально обладал чувством смерти, причем собственным чувством смерти. Человек вообще единственное существо на Земле, обладающее чувством смерти. Ни собака, ни кошка, ни кит, ни высокоорганизованная птица не знает, что она умрет и не ощущает этого. Она ощущает угрозу своему биологическому какому-то алгоритму. Воспроизводить потомство, жить, жить, вот для них главное. Мы же люди говорим, и это, кстати, главное для европейского человека, который является, как мы знаем, совершенными животными, более сложным видом животных. Мы не животные. Мы говорим, жить это не главное. Есть вещи, которые важнее жизни. Есть вещи, которые важнее даже, чем смерть может быть. Потому что смерть, она должна быть какая-то особая, говорим мы. Для европейца это невозможное рассуждение. Мы разные. Мы разные вследствие того, что у нас разное миропонимание, разная религия, разное понимание происхождения человека. Таким образом, когда мы говорим о свободе, о том, какие права надо защищать, у нас есть в чем-то общее, а есть в чем-то принципиальное различие. Еще раз. Мы же вот говорим, что не надо мучить лошадь. Мы не хотим, чтобы мучили лошадей, правда? Вот и те люди, которые полагают себя животными, мы говорим, их мучить не надо. Но мы также говорим уже для себя, что не надо мучить человека, который является творением Божиим, который произошел по воле Божией для великих деяний. А вы его мучаете, пытаете, вы допрашиваете его в тюрьме, вы его бьете, вы заставляете его признать неправду, дать поклеп на своих товарищей, это ложь. Это совпадение, правда? Вот с высокоорганизованными, произошедшими от обезьяны, это как они говорят. Если они переменят свою позицию, я извинюсь, скажу, боже мой, я ошибаюсь, вы теперь стали людьми. Пока они говорят, что они животные. Пока они говорят, что животные, я их тоже буду называть животными. Когда они уверуют в Бога и скажут, нет-нет, мы ошибаемся, мы произошли все-таки по воле Божией, тогда я скажу, что они люди. Так вот, это общее, нельзя обижать лошадей, нельзя обижать людей, правда? Это грех, это нехорошо. Дальше речь идет о запретительных правах, которые адресованы по отношению к агрессии внешних сил. А есть внутренние права. Мы говорим, мы не хотим разрешать гей-парадов, гомосексуальных браков и вот этой всей этой фигни, там, не знаю, браков лесбиянок, педофилии, чтобы гомосексуалисты, люди с искаженным пониманием греха работали в школах, преподавали в школах. Мы не хотим, потому что мы считаем, что грех – это заразная болезнь. Мы считаем, что один грешник может заразить других, тем более людей с неустойчивой психикой. Мы не хотим этого. А нам говорят, вы нарушаете права человека. Нет, мы не нарушаем права человека, мы нарушаем права высокоорганизованных животных, которыми вы себя называете. Права человека мы защищаем. Мы считаем, что дети, которым еще не объяснили, что они произошли от обезьяны, что они имеют право на все, что угодно, что они могут жить так же, как собаки живут под забором, а ведь их же сравнивают. Смотрите, говорят, ведь у животных же есть врожденная гомосексуальность, вот кобель с кобелем же это делает, и вы можете это делать. Это говорят им, детям, это говорят в западном либеральном обществе, что общего у нас с ними, что общего у нас в понимании человека. Почему мы должны вставать на их позицию, понимание человека, их позиции антропологического гуманизма так называемого, точнее так, антропобиологического гуманизма, я бы вот так его назвал, а наша позиция антроподеистического гуманизма. Мы считаем, что человек это совершенное произведение Господне, которое да поражено грехом, это христианское понимание. У мусульман нет учения греха, у них грех приходит через деяние и через намерение приходит грех. У них нет изначального учения о грехопадении, но в остальном у нас очень много общего, у православных с мусульманами, и я считаю, да, и с какой-то частью иудеев тоже, например. Поэтому я считаю, что между нами должен быть вообще единый союз против этого мира высокоорганизованных животных, которые идут для того, чтобы поработить нас, чтобы лишить нас нашей изначальной свободы. Пусть трагической свободы, пусть свободы, которая по Достоевскому скрывает в себе тайну беззакония, но это наша свобода. Мы четко понимаем, что это грех, это харам, это запрещено. Это запрещено по галахе, по шариату, по правилам святых отцов, по нашим этическим нормам, там, не знаю, если мы какие-то мистики, понимаете, но это непримиримые две вещи. Поэтому мне кажется, что права человека в России, безусловно, должны, наверное, мы должны, уж если у нас есть люди, которые считают себя высокоорганизованными животными, Ну что с ними делать? Ну пусть они будут делегированы в этот совет по правам человека. Вот там люди, которые полагают, что человек произошел от обезьяны. Но я считаю, там обязательно должны быть люди, глубоко верующие, которые полагают, что человек это совсем иное. Тогда получится нормальный диалог. Да, вот так же, как в нашей стране живут разные народы с разными религиями, там, вот православные, мусульмане, так же в нашей стране живут представители европейских высокоорганизованных животных, либералы. И люди, которые грешные, которые там неправедные могут быть, которые заблуждаются, но которые полагают, что человек это не животное. Вот между ними возможен диалог. Потому что у них разное видение человека, разное видение концепции разрешительных прав. В этом диалоге, мне кажется, мы выстроим нашу оригинальную систему защиты прав человека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!